Привет, друзья! И сегодня второе видео в рубрике «Наболело». Многие из тех, кто составляет основной костяк моего канала, они появились, пришли из неких сообществ узкоспециальных, посвященных тем или иным проблемам взаимоотношения полов. Будем так говорить, что это были сообщества, и разъясняющие вопросы взаимоотношений для, например, отдельно мужчин. И есть такие же сообщества, также ведущие похожую политику, но в отношении женщин. Ну, будем давайте называть вещи своими именами, частично своими именами, отстаивающие так или иначе права женщин. И среди этих товарищей есть некие активисты. Я практически в последнее время не слежу за творчеством вот этих активистов никакого рода. Ни совсем оголтелых товарищей, ни просто каких-то более-менее товарищей спокойных, но зарабатывающих. Просто даже не по причине того, какой контент они там делают, зарабатывают, не зарабатывают, исписались, не исписались, а просто по причине, что, ну, нельзя бесконечно заниматься каким-то, вот, я уже про это говорил, каким-то скудным вопросом, то есть вот в данном случае, да, женским вопросом. Ну, просто надо идти дальше, надо куда-то развиваться, и это просто становится сейчас какое-то время неинтересно. Но, как я уже говорил, меня поражают люди, которые, вот, вся сфера интересов, которых вертится вокруг вот этой тематики. И ладно бы я понимал, что если бы не зарабатывали, да, на этой теме, это еще как-то можно понять. Но вот, видимо, людей как-то задело, и они продолжают, вот, нести свет, скажем так, в той или иной тематике. И некоторые из них, так получилось, что, ну, скажем так, не было дела, мне нечем было заняться, какой-то там перемежутокременно было, подождать, пока компьютер решает какую-то задачу. И YouTube, вот, так называемая, таргетированная реклама, вот, в рекомендованных мне предложил вот одно из таких видео. Товарища, с которым я когда-то там раньше общался, я посмотрел вот этот видос, и я примерно знал, какую, как бы, тему эти люди несут, но я не знал, что она не подозрела, что она настолько голтелая. И мне захотелось вот выразить некое свое мнение, хотя, еще раз говорю, рубрика наболела, то есть это мнение на самом деле не просто вот свое мнение, да, это мнение такая вот из моего пера, с моей стороны, это борьба за правду, то есть мне не просто это, там, захотелось сказать, да, такой свой опинион, а, ну, скажем так, меня, можно сказать, кальнули даже, да, за больное место вот то, что несут эти товарищи, но на самом деле в этом видео, в отличие от предыдущего, не будет каких-то радикальных высказываний, ругательств, там, матершины и так далее, все будет достаточно, там, лаконичный по полочкам. И первое, что хотел сказать, как вы заметили, я намеренно использую такие термины, то есть называю, там, женское движение, борющееся за права женщин, хотя мы все знаем, да, как называется это движение, движение, борющееся за права мужчин, хотя мы все знаем, как называется это движение. И к этим же движениям я, в общем-то, отношу всех товарищей, которые так или иначе делают какой-то контент, относящийся к сфере, там, отношений, прав мужчин, там, какие-то более глубоких вопросов отношений, там, секса, там, и так далее. Я намеренно не называю их названия по двум причинам, потому что, во-первых, я не хочу пиарить этих товарищей, во-вторых, потому что, вот, сейчас, пока вот я пишу это видео, параллельно происходит такая, ну, забавная бойня, господин, там, Навальный с господином Усмановым делают друг на друга поклепы, и каждое, вот, ответное видео, оно является, на самом деле, некой пищей, неким инфоповодом к тому, что этот человек, ну, сможет какой-то, скажем так, поддомкратить, подтянуть свой канал, подкинуть очередную какую-то, вот, пищу для своих слушателей. Мне не хочется подкидывать пищу, да, вот, вот этим вот товарищам и их слушателям, соответственно, но каст будет называться, я заранее продумывал название, как будет называться любовь и голуби, и многие из вас, я думаю, кто в теме догадается, о каком конкретном человеке, да, я буду говорить, но, еще раз говорю, я сейчас в этом видео, я не буду говорить о каких-то именно личностях, с точки зрения, там, в течение получаса их обсуждать, их, там, правильно они себя ведут, неправильно, переходить на их личности, да, как вот делают, кстати говоря, эти сами люди, то есть обсуждать, там, их какие-то личные качества, тем более называть их какими-то, там, ну, какими-то словами и так далее. Кроме того, вот, некоторые эти товарищи делают такой контент, он достаточно длинный, как, примерно, у меня раньше был, сейчас я постепенно перехожу к совсем коротким видосам, контент у них достаточно длинный, и, разумеется, как было раньше и у меня, эти люди, вот, на ниве пиара такого, и на ниве, может быть, каких-то собственных эмоций, и, собственно, даже, я бы сказал, наверное, каких-то комплексов, собственно, может, каких-то внутренних проблем, они сами себе противоречат, то есть забывают то, что они сказали 5 минут назад, через 5 минут они говорят совершенно противоположные вещи. И есть такой приятель, товарищ, на самом деле, к нему можно по-разному относиться, но, однозначно, можно сказать, что он неплохо распиарился, потому что он имеет, там, несколько миллионов на канале просмотров, и, однозначно, с точки зрения, вот, пиара и, там, раскрутки, поучиться у него можно. Это товарищ, господин Шарий, многие из вас его знают, такой известный украинский блогер. Мы сейчас не будем обсуждать то, что делает Шарий, и то, что, вот, его, как бы, там, судьбу, но он, мне очень нравится вот этот подход, когда он берет, вырезает видосы, вот, каких-то людей, о которых он обсуждает, а он обсуждает напрямую, переходя на личности, Игоря показывает, вот здесь человек сказал это, вот здесь человек сказал то. Я не буду этого делать, не буду резать вот эти видео, опять же, делать прямые ссылки на, делать прямые ссылки на людей, о которых я буду говорить, вот, в своем, ну, точнее, не о которых я буду говорить в своем косте, а которые относятся к теме, о которой я буду говорить в своем косте. Но, конечно, если вы все, мне очень хочется это сделать, и если вы поищите сами, посмотрите их косты, вы сами обнаружите огромное количество всяких перлов, а-ля разговоры про каких-то там личностей на каком-то неком мужском форуме, которые, дескать, по мнению вот этих людей имеют мнение, значит, только, как они считают, только их и неправильно. То есть, вот, значит, другого мнения не существует, они вот доказывают, и буквально через 5 минут эти же люди говорят, что этих людей нужно удалить с форума, уничтожить, они не должны там существовать. Ну, вот такие вот противоречия свободы слова мы имеем в костах этих товарищей, если вы поройтесь, вы найдете там еще больше противоречий, несоответствий реальным ситуациям, юридического вранья там и так далее. Но мы, опять же, не будем сейчас этого касаться. Мой карт будет состоять из трех частей. В первой части я упомяну просто две пресупозиции, просто накидаю такого говнеца на вентилятор, две пресупозиции, вам как бы на подумать. Во второй части я расскажу некую метафору, которую я сам для себя придумал, которую я рассказывал даже женщинам, и она больше всего им нравилась. И мне кажется, что это та метафора, которая, в общем, раскрывает неправильность поведения, непонимание ситуации у личности, которые сейчас занимаются вот такой деятельностью, защитой прав мужчин и так далее. И третья, значит, такой будет третья моя часть. Я приведу просто некоторые факты, то есть положим, скажем так, вот на тетрадный лист логику вот этих товарищей, которые таким образом вот рассуждают, и постараемся ее вот вскрыть с точки зрения реальной там статистики, юриспруденции и так далее и тому подобное. Приступим! Часть первая. Некие пресуппозиции. Пресуппозиция первая. Не обращали ли вы внимания, дорогие мои друзья, что так или иначе те движения, которые вот в нашем мире занимаются борьбой за чьи-то права, ну, например, если мы возьмем права там, предположим, да, каких-то полов, то вы вот не обращали внимания на то, что я как бы ни на что не намекаю, но люди, которые вот являются ярыми представителями этого общества, и чем более я радикальной организацией, чем более яркие выкрики, значит, высказывают вот те или иные люди, тем больше они, мягко говоря, являются ущербными. Ну, то есть, либо они какие-то инвалиды, либо они имеют какие-то реальные медицинские ограничения, либо они просто ущербные с точки зрения психики, либо они страшные просто, то есть, да, имеют какие-то просадки по РМСовской стобальной шкале. И, то есть, проблема, вот, создается такое впечатление, что когда мы начинаем рассматривать какие-то, вот, ну, скажем так, какую-то проблематику, да, вот, какие-то общества подобные, эти активисты этих обществ определенно вызывают у нас отожжение чисто внутренней, точнее, чисто внешней, и они явно вызывают впечатление, как о людях, которые, ну, какие-то сами по себе какие-то странные, да, ну, то есть, проще говоря, ущербные. То же самое касается и мужских обществ. Если мы посмотрим на личности, которые, ну, действительно, там, успешны во всей своей, как бы, красе, то есть, у них все хорошо с внешностью, у них все повезло с какими-то талантами, у них все хорошо с какими-то, там, я не знаю, с деньгами, там, с их делами, там, с их хобби, творчеством и так далее, то, конечно же, они вляпываются, так или иначе, в какие-то проблемы, то есть, те же, там, актеры, да, в актерской среде, это вообще довольно-таки трендовая среда, там, жениться, разводиться, если мы говорим о ситуации, связанной с отношениями и о ситуации, связанной с, вот, браком, да, но никто не делает из этого какую-то проблему, вы, вот, не обращали на это внимания? И пресуппозиция вторая, которую мне хочется сказать, большинство из нас, вот, кто вышел из всех из этих, вот, этих сообществ, посвященных отношениям, посвященных каким-то теориям, там, экономическим, этологическим и так далее, никто из нас, почему-то, точнее, большинство из нас, почему-то забывает сказать о том, что, ведь, по-хорошему, по большому счету, можно очень долго говорить о том, что психология – это не наука, можно очень долго говорить о том, что история – это не наука, но, тем не менее, история руководствуется, так или иначе, огромным количеством, да, то есть, вот, как это называется, с точки ведения, по-моему, такая есть, тип, вид истории, подразделение истории, которые руководствуются, ну, реальными уликами, реальными фактами, там, череп какого-то, мамонта нашли, еще что-то, который позволяет, соответственно, каким-то образом анализировать и делать какие-то выводы на основании каких-то фактов. Та же самая психология, ну, да, это абсолютно наука в себе, она не берет в расчет огромное количество факторов, да, но она хотя бы, ну, может похвастаться тем, да, психологи, что там проводились какие-то исследования, то есть, проводили какие-то опросы и так далее. Те же самые журналисты, мы не можем похвастаться, например, тем, что, ну, журналисты обладают какой-то компетентностью в какой-то вопросах, но, извините, если нормальная журналистика, возьмите ту же политрашу, делает нормальные обзоры, проводится действительно какой-то анализ каких-то фактов, исследования, опросы большого количества респондентов, то есть, какие-то проводятся там, какое-то тестирование, там, анкетирование и так далее. Мы же с вами, в большинстве с вами, опираемся на теории, которые не, ну, в реальности, в реальности не подтверждены никакими исследованиями, никакими научными данными, никакими, то есть, большая наука, то есть, та же самая Российская Академия Наук, никакой из этих научных исследований, точнее, никакой из этих научных институтов не подтверждает эффективность и, там, работоспособность, значит, вот, тех, тех, того пласта, того фундамента, на который опираются те или иные мужские движения, что уже вызывает какие-то определенные вопросы. Насколько вообще, вот, данный подход, ну, насколько на него можно опираться, да, потому что, принимая какие-то жизненные, ну, если я, например, строю дом, я найму, там, конструктора, который посчитает, придет мне расчеты, все это запишет, я найму еще какого-то, там, аудитора, который проверит этого конструктора, потому что я принимаю решения, основанные на каких-то, ну, точнее, от которых будет зависеть моя жизнь, там, жизнь моих детей и так далее. Почему, принимая решения относительно каких-то, вот, своих, ну, своей, там, будущей жизни, да, то есть, решения относительно, там, я не знаю, там, своей семьи, там, жениться, не жениться, вы опираетесь на, вот, данные людей, которые не подтверждены наукой и на данные людей, которые, ну, как я сказал, при суппозиции 1 являются какими-то ущербными. Но это просто, как бы, говнеационный вентилятор, то есть, здесь я просто это, вот, на подумать. Теперь, собственно, теория. Это, правда, это на подумать. Теперь, собственно, метафора, которую, как бы, я придумал сам, и мне кажется, что эта метафора лучше всего вообще характеризует и женщину вообще в целом, и подход вообще, в принципе, к женщине. Еще раз повторюсь, эту метафору я рассказывал, там, определенному количеству, не скажу, что большому, не скажу, что репрезентативной выборки. Это ваше дело, принимать эту метафору или нет. Но я рассказывал ее большому количеству женщин, и, значит, даже, хотя, казалось бы, в этой женщине, в этой метафоре есть какие-то обидные слова, тем не менее, женщины и эту метафору принимали. Так вот, метафора такая. Женщина – это лексус. А теперь немножко, немножко, как бы, вводных слов такой, даю вводную. У нас в России распространено абсолютно такое коноебское мышление, оно, разумеется, нам притащено с запада и очень хорошо, скажем так, село на нас, потому что вот здесь очень есть, не хватает нам вот этой немножко восточной духовности, то есть, да, в общем, были долгие годы коммунизма, вот предыдущих поколений, когда мы все хотели иметь там крутую джинсу, какие-то, может быть, мажорные шмотки, то, что было на западе, и, точнее, нам казалось, что это лучше, чем то, что есть у нас. Только казалось. Потому что, на самом деле, лучше это только выглядело, выглядело, но не факт, что на самом деле лучше было. И плюс к этому все-таки есть какие-то пороки вот у людей, находящихся на стыке Востока, и я имею в виду пороки на уровне глобальных социальных групп, такие как ЧСВ, там, ЭГУ и так далее, которые мы пытаемся удовлетворять. И совершенно типовая ситуация, такое русское коноебство – это когда вы там на заправке, ой, на парковке какого-нибудь Ашана выезжаете из, там, перепарковываетесь на каком-нибудь своем большом там джипе и случайно задеваете какой-нибудь Ауди, там, А4 или там какой-нибудь А6, и выбегает какой-нибудь дрищ, это я сейчас пересказываю такой известный перл, который ходил в ВКонтакте. Но ситуация очень распространенная. И выбегает какой-то дрищ и начинает там махать руками, орать. Вы уходите, смотрите, говорите, слушай, ну у тебя реально царапина, то есть в Европе даже на это внимания не обращают, даже инспекторы не вызывают вот это такое, ну это царапина. То есть ты замажешь краской, но чувак там, ааа, ааа, то есть устраивает просто истерики. И когда ты начинаешь с этим чуваком общаться и говорить, ну слушай, давайте сейчас прям денег дам в два раза больше, ты замажешь просто это и все. И когда ты начинаешь общаться с этим чуваком и выяснять, почему он поднял такой вот кипиш, ты понимаешь, что вот чувак живет вот исключительно по-русски. То есть хочется, как это, казаться, а не быть. И совершенно такая вот русская коноёбская модель, очень распространенная в нашей среде. И она очень хорошо видна, знаете, когда вы подъезжаете на какую-то вот там парковку в центре и вот на... сейчас же там везде платная парковка, на платных парковочных местах, которые стоят ну 40 там рублей в час, ну 60 рублей в час, стоят люди на автомобиле стоимостью там от 7 миллионов рублей с дисками в номерах. То есть чуваку купить машину за 7 миллионов рублей не впадло, а заплатить 40 рублей за стоянку ему впадло. И вот возвращаясь к нашей парковке у Ашана, это вот чувак, который взял в кредит себе Ауди, а шестую, а зарплату у него он работает на заводе каким-нибудь инженером-нормировщиком, и зарплата у него 26 там или 35 тысяч рублей. Он взял это в кредит лет на 50, тюнингованную обязательно, еще оттюнинговал ее в каком-нибудь тюнинг-бюро, в какая-нибудь там лакшери-версию у него, там стурбы с каким-нибудь там надувом или еще с чем-нибудь на какой-нибудь низкопрофильной резине, там короче заряженная полностью, и он через 2 дня ее поцарапал на парковке у Ашана. Ну или предположим это не Ауди А6, или возвращаясь к нашей вот действительности, к нашей метафоре это Lexus, и в этом заключается собственно вот вся модель русского коноебства, в том, что очень многие люди русские, не понимая этого, да, покупают себе Lexus, потому что они думают, что они от этого будут казаться круче, это же связано и там с айфоном, а с седьмым и так далее. А потом ходят и занимают денег на бензин там или на резину у своих же корифанов, или говорят, что я не могу к тебе приехать, у меня денег на бензин сегодня нету там, или плачутся об этом постоянно. К чему, собственно, вот эта вот метафора, да? Да к тому, что вот эти люди, которые сидят там на фоне каких-то ободранных обоев и диванов, или у них там недостаточно, я не знаю, денег или, ну, сил, чтобы каких-то, да, ну, потому что для меня успешный человек, а человек успешный во всем. Если человек не может, у него недостаточно мотивации, чтобы разобраться со своим лишним весом, ну, о какой вообще, да, о каком там, каких достижениях, о каком бизнесе, о какой там успешности мы вообще можем говорить, да? То есть, если человек сидит на фоне ободранного дивана и рассуждает о каких-то там всех женщинах, то о какой вообще успешности, о каких, я сейчас не говорю, сейчас обратите внимание, я не говорю о том, что для того, чтобы вообще на тебя повелись девушки, или для того, чтобы собрать какую-то статистику, надо обязательно купить Lexus. Нет, это вот как раз будет вот эта же ошибка. Нет, я просто говорю сейчас о чем? О том, что, еще раз говорю, да, метафора заключается, девушка – это Lexus. То есть, что это значит? Это значит, что есть текущие задачи. Например, вам вы живете, то есть, предположим, вы живете в Москве и работаете напротив. Но вы же не будете себе покупать автомобиль, если у вас сейчас нет денег на автомобиль, вы, наверное, вложите деньги там на одежду, в образование, еще что-то. Соответственно, ну, когда вы купите себе дачу, например, где-то там, я не знаю, под Сергиевым посадом, вам понадобится картошку возить или там еще что-то. Вот, да, вы возьмете, но вы же не пойдете себе, это же полный бред, правильно, покупать кредит Lexus, чтобы ездить на дачу. Зачем? Возьмете себе какой-нибудь там, я не знаю, Уазик там, Ниву там, ну что там, может быть, что-то по крючке, какой-нибудь Кашкай там, или какие-то там пикап какой-нибудь, да, прицепите к нему прицеп и будете ездить. Ну, опять же, ну, Кашкай там, ну, X-Ray, ладно, максимум, но это будет не Lexus и не какой-нибудь там Крузак там, я не знаю, или 200 там за 7,5 миллионов, понимаете? То есть, но, опять же, говорю, если у вас нет сейчас на это денег, соответственно, эти деньги, которые вы могли бы, потому что это средство передвижения, не более чем, это средство передвижения, которое выполняет определенный функционал. Даже у Богачева вот есть очень хорошая книга, там при всем, к нему можно по-разному относиться, но он говорит, что телефон, хотя я думаю, что у Богачева есть деньги на iPhone i7, он говорит, что телефон – это просто звонилка, это херня, которая выполняет функцию связи. Соответственно, да, возвращаемся к нашим женщинам. Если у меня сейчас нет денег на Lexus, на 7, я не буду покупать себе Lexus в кредит, я не буду тратить, расшибать об этом лоб, я подумаю о том, как заработать денег, понимаете? Соответственно, либо я куплю себе Жигули. То же самое, да, теперь переходим к чему вообще вот эта метафора про Lexus. Смотрите, если понятно, что есть, давайте даже вот так, наверное, начнем, зададим себе базовые вопросы, какие вообще задачи, в принципе, решает женщина. Можно приплетать очень много разных там, ну, мифов, да, о, там, что женщина друг, что женщина там, не знаю, враг, что женщина там умный собеседник и так далее. Я рекомендую всем товарищам, которые вот страдают этим розовым дерьмом, читать книгу Амирана «Мужчина всегда прав», где он хорошо очень рассказывает. Поэтому, давайте, ну, я действительно в это так считаю, но давайте вот спустимся до уровня биологии, как, собственно, там и делают эти товарищи. То есть, друзья, все-таки, самое главное две функции, которые выполняет женщина, да, и даже сами женщины не будут с этим спорить, это рождение ребенка, то, что не может сделать мужчина. И это, собственно, получение удовольствия у нормального ориентированного мужчины, то есть, от секса, от каких-то там ласка и так далее. Можно, конечно, подрочить, но это не то удовольствие, как бы, да, никто отрицать этого не будет. Соответственно, если мне нужна Жигули, то есть, если мне нужно, извиняюсь, ехать в Сергиев Посад, постоянно ездить, я куплю себе Жигули. Если мне нужно заняться сексом, я пойду там в салон в какой-то, я, ну, я уже вывешивал указ про это, как это делается, это делается очень легко, это очень дешево. Я, там, я не знаю, сниму директивным способом девушку на сайте знакомить. Я, может быть, заведу какую-то просто девушку, но без каких-то вот этих отягощений в виде, там, хороший человек, плохой человек, адекватный, неадекватный, там, ебет мозги, не ебет мозги, там, да какая разница, то есть, там, есть секс какой-то раз в неделю, там, и по барабану, то есть, ну, как бы, хочет уйти, пусть уходит, да, то есть. И вот это все дерьмо, которое, там, приплетается вот этими всеми организациями, там, про мужскими, про, там, таких женщин, не таких женщин, там, правильные самки, неправильные самки, то есть, это все сюда не относится, да, то есть, там, низкопрофильная резина, там, не низкопрофильная резина, какая разница, если у меня вас, и я на нем просто картошку вожу, да, то есть, опять же, проститутка моя, к какому имеет отношение? Все, то есть, зачем усложнять? Следующая задача – это рождение ребенка. Надо понимать, что есть в жизни некоторые, так называемые, премиальные задачи, топовые задачи, то есть, задачи сверхуровня. Это строительство дома, взятие, не знаю, ипотеки, организация бизнеса, и это рождение и воспитание ребенка. Это задачи, которые выполняются, в принципе, мужчиной. Не окончил он институт, не отслужил в армии и начал слушать косты этих движений про-мужских и лапшу себе на уши вешать. Ах, все женщины плохие, они хотят развести мужиков. Тебе 20, но ты 25-35 лет, у тебя другие задачи сейчас тебе нужно выполнять. Какие лексусы? Зачем тебе сидеть на форумах и читать, как там этот лексус ездит? Ты лексус купишь, когда для тебя будет… Для меня, в принципе, сейчас… Я не знаю, ну что там, давайте какую-нибудь возьмем… Например, купить дрель. Даже какую-нибудь простую дрель за 3 тысячи – это вообще как в туалет сходить. Профессиональную дрель за 10 тысяч – это все равно как в туалет сходить. Пойти купить, для меня я не ощущаю это никак на своем бюджете. Понимаете? Соответственно, в принципе, купить какую-нибудь за 90 тысяч, ну, тачку а-ля какую-нибудь Nexio, для меня чуть более затратно, но это тоже не проблема. То есть, если не надо будет, то я пойду, куплю, и я, может быть, подзадержусь где-то месяц, но это в целом меня не затормозит. А вот пойти лексус для меня – это проблема сейчас купить. Понимаете? Вот когда для вас не проблема пойти купить лексус, потому что у человека, который в моем окружении, люди, которые могут себе позволить купить, там, Lexus, Bugatti, Porsche, у них, как правило, две-три машины – это очень важная мысль, о которой я сейчас говорю – две-три машины, у них есть какой-нибудь кабриолет, у них есть джепарь, у них есть, там, чтобы куда-нибудь за город съездить, на кабриолете они там рассекают летом, и у них есть какая-нибудь еще третья машинка, там, какой-нибудь мерсик там, на какой-нибудь там с партнерами встречаться, вот, соответственно, потому что у них есть на это деньги, понимаете? И они уже это покупают не потому, что вот они всю жизнь копили на Porsche, а потому что у них есть на это бабки, и для них не проблема пойти и купить себе мерс. Задача рождения ребенка – это вот такая премиальная задача. Глупо, когда вам 20 лет, сидеть на форумах, да, опять же говорю, метафора про Lexus, и разбивать себе голову о том, какие же, блин, там плохие женщины, где же, блин, ее найти, что же, блин, мне делать. Вы реализуете сначала, чтобы вам, вот, купить себе Lexus было как в туалет сходить, вот, я извиняюсь, посрать, да? То есть, ну, там, сперли вас этот Lexus, да и хер бы с ним, у вас еще Porsche стоит там в гараже. Понимаете, какая мысль? А вот люди, которые ничего из себя не представляют, для которых Lexus – это пипец, это кредит, который будут выплачивать их внуки. Я сейчас не про деньги вообще говорю, обратите внимание, я говорю про некое состояние души, про некое состояние дела вообще у человека в целом на всех фронтах, в области здоровья, в области, там, и так далее. Понимаете, когда, вот, вы в таком статусе, для вас, там, у вас, я извиняюсь, пиздили Lexus – это вообще не проблема, или, там, колесо у вас, там, ну, сломалось, да, или у Lexus постоянно что-то ломается, да вам посрать, там, мы в этот сервис отвезли и покатались на Porsche. Это не проблема. А вот то же самое, человек, который, задумывается, женщина, да, вот, если их воспринимать в этом кредитном, должен понимать, что рождение ребенка – это топовая задача, которая, это очень высокооплачиваемая, дорогая, с огромными рисками инвестиция. И, соответственно, я не буду сейчас делать эту инвестицию, потому что у меня нет денег, да, и, соответственно, я не буду о Lexus ее рассуждать. То же самое и тут. Я не буду рассуждать сейчас о каких-то там рождениях детей и так далее, потому что у меня нету, например, сейчас вот в данный момент времени на это каких-то финансов, или даже не финансов, а общего состояния вообще в целом дел. Соответственно, когда у меня есть вот по всем фронтам вот это вот прописанное дело, я без проблем пойду себе куплю Lexus, и если с ним что-то случится, мне будет в целом посрать. Еще одна такая метафора в копилку. Очень часто вот эти вот, значит, ну, товарищи там рассуждают про то, что вот, дескать, значит, там деньги, деньги, потерять деньги, там, проставить мужика на алименты, понимаете, Lexus, он живет очень много бензина, поэтому вы изначально должны для себя понимать, что это не развлечение, вы не погулять пошли. И это, покупая Lexus, вы должны понимать, что это машина, которая в целом ест очень много, поэтому глупо рассуждать. Соответственно, когда у меня есть деньги на ребенка, когда у меня есть деньги на Lexus, на женщину, мне, для меня это не принципиально, понимаете, вот какие-то вопросы, связанные там с рисками, потому что я к этому в целом готов, я об этом не думаю, как следствие, я не притягиваю такую ерунду в свою жизнь. Вот какой момент. Дальше, соответственно, да, есть еще одна очень умная вещь про то, что бизнесмен, да, бизнесмен, это не человек, который обладает какими-то активами, главный актив бизнесмена находится вот здесь, то есть настоящий бизнесмен. Это не человек, у которого там сперли квартиру там или, я не знаю, еще что-то, да, и он, короче, все там пошел, застрелился там, потому что он знает, что он сейчас приедет там из России, у него тут не получился, он приедет там в Таиланд, он там поднимет такой же бизнес. Потому что в целом схема заработка, она везде одинаковая. Это создание уникального торгового предложения, там, ну, например, если мы продаем что-то, да, привлечение клиентов, продажа, обслуживание клиентов. То есть воронка, она везде одинаковая, человек, который хоть чуть-чуть учился маркетингу и каким-то курсом, он понимает, что в целом можем продавать одни и те же вещи банальные везде в любой стране, просто их там чуть по-другому завернув. Ничего такого суперсекретного в этом нет, поэтому люди, которые сидят на фоне драных диванов там с голубями, соответственно, они дергаются, потому что для них это проблема, потому что для них, например, квартира – это заработок, там еще что-то. Соответственно, потеряв как бы это, они решаются всего. Поэтому, конечно, но в таком состоянии, в таком состоянии души нет смысла вообще рассуждать о каких-то лексусах, понимаете, потому что у вас не простроены, не проставлены другие области вашей жизни. Собственно, вот, я, когда руководствуюсь с этой метафорой, мне это очень серьезно развязывают руки. То есть я, в принципе, понимаю, что лексус жрет много денег. Я к этому готов. Но я не… вот в чем основная мысль вот этой метафоры. Я не ставлю своей целью жизни купить лексус. Я ставлю своей целью жизни выйти на уровень, когда для меня лексус, там, Porsche или Bugatti мне будет вообще посрать. То есть для меня это просто какое-то средство. право. Понимаете? Вот в чем дело. И напоследок, друзья, мне захотелось проговорить вот про два таких основных постулата. Я думаю, что если бы я заморочился и копнул, я бы набрал этих постулатов достаточно больше, вот, которыми руководствуются эти товарищи, там, защищая, значит, права как бы мужчин, которые, на самом деле, не соответствуют, даже, может быть, и не два, а сейчас посмотрим, может быть, больше будет, которые не соответствуют действительности. Значит, постулат первый. В России 80% разводов инициировано по, ну, то есть, происходит по инициативе женщин. Это полная чушь. Объясню почему. Потому что люди, которые хоть раз из жизни разводились, я вам могу сказать, как человек, который проходил эту процедуру, проходил ее в ЗАГСе, так вот, в ЗАГСе никто никогда, то есть девушка-регистратор, не спрашивает и не собирает никакую статистику по разводам. Я вам могу это подтвердить. Можете сами это проверить. И мои клиенты, и большинство моих друзей, знакомых, которые там проходили процедуру по собственной, кстати говоря, инициативе. То есть, среди моих знакомых большая часть разводов была инициирована мужчинами, а не женщинами. ЗАГСе, значит, никакую статистику ЗАГСы не собирают. Значит, статистика, которую там руководствуется Росстат, это, скорее всего, статистика по, так называемым, исковым заявлениям. То есть, когда женщина находится в некой критичной ситуации, подает на развод, на алименты через суд. То есть, но это, как вы понимаете, статистика неполная, потому что через суд разводятся, на самом деле, я вот запросил такую статистику, правда, год там достаточно мохнатый, то есть, она, ну, я не нашел свежей статистики. Вот там через суд, вот, на тот год, на который статистики нашел, я даже не буду говорить, какой год, потому что, ну, опираться на нее не стоит. Но, тем не менее, просто, да, для, для интересности, всего 36 процентов. То есть, остальные разводы, да, вот это, опять же, происходит не по суду. И, следовательно, то есть, даже если бы по суду проходил бы там не 36, а, например, 70 или 80 процентов, в любом случае, значит, вот эта статистика, она не берет в расчет большое количество браков, которые проходят только через ЗАГС, не через суд. И поэтому опираться на эту статистику нельзя. Теперь, значит, вторая мысль, вся вот, значит, теория вот всех этих правозащитных движений мужских, она держится на таком ките, что, дескать, вот каждая, значит, даже давайте мы вот так построим фразу. Значит, это такое статическое уравнение, такая система уравнений из такой вот двух, двух рядов таких, да, то есть, из двух выражений, вот так назовем. Значит, первое выражение. Все женщины одинаковые. Это очень важно сейчас, значит, вот это выражение пронять, потому что оно, вот мы сейчас будем делать некий расчет математический, оно нам поможет считать. Значит, принимаем, да. Я очень любил вот в школе на алгебре, там, по-моему, в восьмом классе учительница вот эту фразу постоянно повторяла «пусть Х», я очень любил ее передергивать и говорил «пусть будет хруст». Значит, «пусть Х» это, значит, такая формулировка про то, что все женщины тождественны, одинаковые абсолютно, значит, вторая мысль, на котором кроется, на котором, значит, второй кит, на котором строится, вот мы будем, значит, психологическое умозаключение сейчас будем обрабатывать математическим образом. Это очень интересно. Значит, вторая мысль, да, второе выражение в нашей системе уравнений, значит, каждая женщина хочет жить за счет отправления мужчины, очередного мужчины в алиментное рабство, то есть вот я буду сейчас пользоваться языком, значит, этих вот товарищей, в алиментное рабство и вот бесконечным перебором, значит, мужчин. То есть, проще говоря, все, опять же, все женщины России живут следующим образом, то есть они находят одного мужчину, рожают от него. Еще раз говорю, значит, кто только что подключился, это не мое мнение, это вот наши замечательные, то есть, если вам кажется, что это полная ахинея, друзья мои, это, значит, наши вот замечательные правозащитные мужские движения толкают вот эту ахинею со своих голубых экранов. Ну, не ахинею, это гениальные слова прямо, шедевр. Значит, каждая женщина хочет найти мужчину, выйти замуж, родить ребенка, развестись, получить алименты. Значит, мы сейчас не берем, что там, я даже не набирал статистику, какое количество мужчин алименты не платят, избегают от них, какое количество мужчин там работает на всяких, значит, там занимаются, как они, самозанятостью, фрилансерством и так далее, чтобы алименты не платить, либо вообще отсюда там уезжают другие страны, либо там во всякие республики СНГ и так далее. Мы сейчас даже про это не говорим, просто предположим, что все платят. Значит, женщина ищет мужчину, просаживает его на алименты, потом еще другого опять просаживает на алименты, потом еще другого, потом опять просаживает на алименты. Давайте начнем наш замечательный расчет. Итак, значит, средний уровень заработной платы, считаем, то есть, сколько, значит, как заработать женщине, вот таким образом. Значит, средний уровень заработной платы в России, давайте возьмем по России, значит, это данные за 2016 год, мы будем опираться на тот же Росстат, которым вот они прикрываются в своих вот, значит, доказательствах, то, что там 80% развода, на тот же Росстат опираемся, значит, 35 843 рубля, ну, здесь дальше идет статистика, значит, по областям, то есть, значит, 35 843 рубля, значит, далее, ищем следующую статистику, закон читаем, читаем закон, значит, про алиментное рабство, с одного ребенка мужчина платит 25% ежемесячного дохода, предположим, что он официально работает и получает ту же среднюю зарплату, ту же самую, которую должна получать женщина, значит, 35 тысяч, ну, там 36, значит, то есть, получается, что женщина с одного мужчины получает примерно, там, порядка 8, может быть, 9 тысяч рублей, плюс-минус, следовательно, значит, чтобы, проводим простой расчет, значит, чтобы женщине иметь аналогичный доход, запускаем калькулятор в 36 тысяч, мы, значит, 36 делим на 8, ну, там 8, 9 по-разному, давайте на 8 поделим, значит, ей нужно иметь 4,5 ребенка, чтобы выйти хотя бы на похожий доход, отцы которых каждый платит алименты, а иначе смысла нет, правильно, то есть, если она живет на алименты, она получает всего 8 тысяч рублей, то есть, ну, это бред, правильно, то есть, мы, опять же, подходим к вопросу с экономической точки зрения, то есть, какая экономическая выгода, так сказать, бенефициар, выгодополучатель, что получает 8 тысяч рублей, смысл? Зачем это нужно? Она же будет рожать, 3 года не работать, терять в деньгах, ребенок будет жрать бабки, зачем это нужно? Проще самой куда-то устроиться, правильно? То есть, смысла, получается, нету, поэтому ей нужно родить 4 детей. Дальше, значит, к сожалению, нашел данные только за 1989 год, но я думаю, что ситуация сильно не поменялась. За 1989 год, по данным там чего-то, феидея, чего-то там, неважно, значит, семьи с одним ребенком, а, значит, в России проживает 23 миллиона семей, 23 миллиона семей с детьми до 18 лет. Значит, далее, семьи с одним ребенком, 51%, мы посчитали, 4,5 ребенка даже, ну, 4, может быть, где-то 5, дальше считали, семьи с двумя детьми, 39%, многодетные семьи, 3 и более детей, 9%, перепись 1994 года показала на фоне общего спада, то есть, в переписи 1994 года многодетные семьи еще меньше, 9,4%, число детей на 100 семей уменьшилось со 163 до 160. Неувязочка, господа, мускулистая какая-то получает. То есть, вы же говорите, что первое условие нашего уравнения, нашей матрицы, каждая женщина, каждая женщина, вот, вот каждая, значит, рожает, кидает, снова рожает, кидает, снова рожает. Татистика-то говорит об обратном, то есть, ребята, дорогие мускулисты, где получается неувязочка, вы же говорите, спину и рта доказывают, что каждая женщина, каждая разводит мужика на алиментное рабство, каждая. Где? Я не вижу, 9% семей, я думаю, что по одиноким женщинам, то есть, ну, в принципе, я думаю, что, как бы, здесь, наверное, считали все семьи, в том числе и, значит, с, где просто женщина воспитывает. Где? То есть, ну, а, собственно, какая разница, там просто женщина воспитывает, не просто женщина воспитывает, то есть, она же должна, как бы, кинуть мужика, найти другого, с ним, как бы, залететь еще, то есть, семья полная, получается. То есть, вот эти, так называемые РСП, где, где каждая женщина? 9%, 9%. То есть, грубо говоря, из, там, 23 миллионов, 10, ну, по сути, да, там, 10% это, я сейчас у меня тяжело с математикой, я не посчитаю, но вы представляете себе, какое огромное количество женщин не соответствует, не укладываются в типичный набор. Это я уж молчу про то, что я вот здесь нагуглил, значит, есть сайтик, там, значит, девушки, ну, скорее всего, девушки из Москвы, скорее всего, девушки достаточно такие, ну, то есть, они преувеличивают, то есть, то, что они здесь пишут, может длить на 2. Значит, есть сайтик, где они тут, девушки, собирают, ну, просто ведут статистику и собирают, значит, расходы на, вот, итоговый бюджет там, да, вот, значит, дел, а, тогда все, тогда статистика нормальная. Значит, бюджет на год, сколько, значит, уходит у девушки денег, бюджет на год. Значит, здесь вот, ну, в среднем я пособирал статистику, значит, 95 тысяч, я не знаю, из Москвы там девушка, не из Москвы, ну, давайте, значит, поделим. То есть, это примерно по минимуму, вот я посмотрел, там, подгузники, питание, то есть, ничего такого сверхъестественного, никаких понтов. 95 тысяч, 95 делим на 12, то есть, да, получается 8 тысяч, то есть, 8 тысяч, это вот, чисто по минимуму денег, которые уходит месяц, то есть, этих денег, по сути, получается, 8 тысяч хватит по минимуму с ужимом на, значит, содержание одного ребенка в месяц. Как на это можно купить там, что-то себе, да, зажигать, ездить на Канар и так далее? Ну, ребята, у вас просто вот банальные математические неувязки в, вот, значит, один на другом держится. Давайте мы с вами пойдем дальше. Значит, следующее, давайте юридические неувязки теперь проработаем. Предположим, значит, Вася хочет ребенка. Давайте мы просто накидаем, какие варианты есть, значит, связанные с детьми, чтобы Вася получил ребенка, но, скажем так, не вот увяз в тот ужас, ужас и просто ужас, летящий на крыльях ночи, который рассказывают вот наши дорогие, хочется сказать, либералы, но я думаю, они как раз в основном все либералы. Да, кстати, забыл еще третью, значит, тоже неувязочку, но вот мы сейчас ее в юридическом вопросе как раз рассмотрим. Значит, юридические аспекты наших дорогих либералов, точнее, либералов о мужских движениях, которые не рассматривают. Итак, значит, цель. Мы сейчас не берем цель потрахаться, я, ну, переспать, да, я уже сказал, что это решается очень просто. Значит, завести ребенка – это цель. Давайте посмотрим варианты, каким образом можно завести ребенка. Значит, можно, например, зарегистрироваться на сайте знакомств под именем Вася, познакомиться с девушкой, скажем, Пскова, купить себе левый телефон без регистрации на паспорт, приехать, крутым мажором снять какой-нибудь себе там мерсик, в ренту взять там на пару дней, там приехать в соседний город, там, ну, короче, и присунуть без гандона. Пожалуйста, она залетит, она вас никогда не найдет. Вот у вас, как бы, можете расплодиться по всей стране. Никаких элементов, никакого рабства. Можете, как бы, суррогатное материнство. Можно поехать на Кубу и, там, или в Бразилию, и вот договориться о том варианте, о котором я рассказывал. То есть, тоже суррогатное материнство, но, как бы, ну, прямое зачатие. То есть, без всяких там мам, короче, на сей, ну, то есть, без всяких левых теток. То есть, вы с девушкой, значит, встречаетесь, подписываете договор, платите ей значительно меньше, чем в России, ну, скажем, там, не миллионы, там, а, не знаю, 20 тысяч долларов, там, засаживаете, потому что на Кубе это огромные деньги. Засаживаете, она вам отдает ребенка по договору, короче, все. Ну, это уже работа юристов хорошая, да. Дальше смотрите, какие варианты есть. Вы можете сделать, там, не знаю, эффективную семью и, там, взять ребенка из детдома. Потом там, соответственно, развестись. Ну, вот здесь вопросы, тут, как бы, могут, да, то есть, это пять уже вариантов. Вы, соответственно, в принципе, можете, какие еще варианты? Ну, в принципе, все, да, то есть, а, вы можете, вот еще вариант, я познакомился с парнем, который это делает, вы можете завести ребенка где-то там, например, в другой стране, предположим, на Кубе. Законодательно такая женщина не имеет права на вас подать в суд на какие-то алименты и не будет этого делать. И, соответственно, друзья мои, все эти варианты, это Лексус, на все эти варианты нужны деньги. Как вы так хотели, вот, решить такой вопрос, нихуя не делая. Простите меня. Сидя дома на грязном диване на фоне голубей. Это все деньги. Это вопрос, который решается уже на заре жизни, а не в 20 лет, не в 30 лет. Для этого надо хотя бы что-то за душу иметь. Не для бабы, а просто для того, чтобы, ну, вы же хотите, чтобы ваш ребенок там, я не знаю, не срался и не ходил в этих обосранных подгузниках, да. Значит, идем дальше. То есть, какие еще, да, как бы есть вот варианты реализации, соответственно, этого. Вот, да, может зависеть на Кубе там на какой-нибудь ребенка и просто приезжать два раза в год. Вот у меня есть один знакомый, который так делает, соответственно, она рада, он ей там денег привез, с ребенком пообщался и никто ему мозг никак на плате, то он уехал. Вот варианты, значит, рождения кончились. Ну, вариант нормального рождения, ну, он, как бы, да, рисковый, соответственно, грубо говоря, да, я понимаю, что юридически он не очень приятный, потому что, ну, нет контроля за средствами, то есть, куда эти средства тратит там жена, грубо говоря, да, на ребенка, куда они там расходуются. Понятно, что это там не очень, как бы, да, приятно, но в любом случае, то есть, да, мы понимаем, что даже если мы там просто где-то на стороне потрахались и женщина знает, кто папа, то есть, даже если вы не женаты, вы все равно, она все равно может пытать на алименты. Но, господа, извините, там 8 тысяч в месяц это, ну, или там, да, условно говоря, в среднем, это не такие большие деньги. То есть, ну, если вы там, то что-то, то есть, называете 8 тысяч в месяц алиментом рабства, ну, ребята, ну, извините, ну, по-моему, у вас пиздец в жизни, помню. Люди, блядь, 30 тысяч за ипотеку там платят в месяц и ничего не жалуются, а вам там, ну, 8 штук. А большинство же ведь из тех людей, которые ноют про алименты рабства, они же даже еще не работают нигде официально. То есть, я вообще их не понимаю. Ну, ладно, окей, идем, как бы, дальше. Вот эти все страшилки про, значит, там, юридические. Вы можете вообще не жениться. Вы можете сразу при знакомстве девушки найти девушку, которая уже была замужем, познакомиться с ней. И многие из этих девчонок, я могу сказать, по своему опыту и по опыту своих друзей их приходится уговаривать, потому что не хотят уже замуж. Потому что они уже посмотрели, их кинули нахера им, куда это надо. Но, по крайней мере, они не спешат сразу. Понятно, что через какое-то время они начнут клянчить, но вот там сразу они не спешат. Вы можете сразу познакомиться, сказать, окей, мы живем, никаких браков, там, через 10-20 лет совместной жизни распишемся. Да, нет. Если да, окей, значит, продолжаем отношения. Нет, там, до свидания, даже не будем тратить время. Окей. Хорошо, дальше. Даже если вы замужем, там, женаты, ну, окей, ну, покупаете вы, если там авторучку, там, или телевизор, там, за 10 тысяч рублей, потом вы будете делить, но если, извините, вы из-за телевизора на 10 тысяч рублей, там, срач устроили, ну, я вообще не понимаю вот эти темы. То есть, а на вкладу. Нет, если, конечно, у вас брак однобокий, она дома сидела, ни хера не делала, а вы потратились, тогда, конечно, это нечестно. Но это, опять же, ваша вина, это ваша проставка. То есть, вы в этом виноваты. Соответственно, да, то есть, вы за это, как бы, отвечаете. Если у вас голова есть, но вы начинаете отношения, ну, брак, да, вы сразу проговариваете, там, что общий бюджет, вместе скидываемся, да, там, вместе устраиваемся на какую-то адовую работу, там, если это надо. И, соответственно, если вы оба, там, работали на адовой работе и купили этот телевизор, ну, что, по-моему, все по-честному, его поделить потом. А если, соответственно, она там сидела дома, а вы реально в 10 раз больше вкладывали, какой-то дом там построили, там, ну, я не знаю, ну, конечно, вы вправе пойти записать его на папу. Я не понимаю, в чем вообще проблема. То есть, все чеки, все там, все покупки оформляете просто через папу. И любой суд, она ничего не докажет, что вы там купили его в браке. То есть, ну, просто законодательно, это вообще папа строил. Понимаете, человек говорит, вот, все, папа покупал, папа расписывался, папа строил. Вот на видеороликах, видите, папа тоже строит. Я вообще приезжаю на все в кресле посидеть. Ну, это все подставляется легко, я не понимаю вообще проблемы. Вот. То есть, для вот там, жития женщины. И да, еще один важный пункт, который я хотел, значит, сказать, про вот там была такая фраза «пушечное мясо». Извините, какое пушечное мясо? То есть, а если у вас девочка родится? Она тоже пушечное мясо? Ну, то есть, вот, юридические несостыковки, они во всем. Я уж молчу про то, что эти люди вывешивают фотки, там, 90-х годов, когда ну, в армии реально была жопа. Я уже служил, я уже служил, уже никакой жопы не было. Уже была нормальная форма, берцы, уже на любую дедовщину можно было просто накатать письмо там начальнику штаба, и все так и делали, и любые деды уже просто там, уже боялись просто подойти даже, посмотреть криво. Что сейчас творится в армии? Я думаю, там, и форма нормальная, и вооружение прикольное. Сейчас людям за радость послужить, вот если бы меня сейчас призвали бы там, как это, на эти сборы там для служивших, да, я бы за радость поехал бы там отдохнуть от этой работы сраной. Я, как бы, я собираюсь деньги платить, деньги платить бешеные за то, чтобы пойти пострелять в тире из калаша, тут мне за бесплатно дадут. О чем вы говорите, какое нахер пушечное мясо, какая нахер война, с кем? Вот, пожалуйста, в Сирии, что там кто-то воюет, там воюют люди, которые получают за это бешеные деньги, по своему собственному желанию. То есть люди несут хрень, о которой они вообще не соображают. Сейчас война, вот, с точки зрения пушечного мяса, она вообще невозможна. Я объясню, почему. Для этого надо хоть чуть-чуть понимать вообще в, ну, в современном, вот, макроэкономическом состоянии, в военном состоянии, а не сидеть голубей и разводить. То есть сейчас война невозможна. Почему? Потому что в случае каких-то конфликтов, то есть, да, будет работать так называемые неядерные силы точного реагирования, такие как ракеты «Калибр». Если в случае дальнейшей развязки, да, то есть вот если эскалация начинается, просто сработают ядерные силы, и подохнут все, и там, и здесь. То есть, ну, извините, если, ну, как бы, ваши, там, вот, здесь вот эту вот Россию разбомбят атомными, там, бомбами, ну вы что, те, кто останутся жить, вот эти вот скелетоны, ну вы что, не будете воевать, там, да, на вот этой выжженной земле с теми, кто сюда потом придет, там, в скафандрах это завоевывать? Ну, конечно, что будете, это же ваша земля, что вам еще остается, или вы что, или вы нагоите уедете в банановую республику, или вы думаете, что вы слиняете в Европу, так там будет то же самое, все покроет ядерный пепел. А, соответственно, те локальные конфликты, которые сейчас происходят, там воюют спецназовцы. Я бы, например, с удовольствием хотел бы обладать вот такими навыками и знаниями, и готов даже вкладывать в это деньги, чтобы быть человеком на уровне тех вот ССО, так называемых, спецсил, да, Министерства обороны, там, ГРУ, которые сейчас выполняют операции в Сирии. Вот. То есть, это круто на самом деле. Но там не обычные солдаты воюют. Обычные солдаты здесь вот, пожалуйста, год отслужили и все. О каком пушечном мясе там вообще идет речь? Сейчас за радость послужить на самом деле, за радость. Ну, а можно, соответственно, ссать и разводить глубей дома, тем более там, если есть какой-то, скажем так, от этого еще и откос от армии, вообще милое дело. Вот. Поэтому все это на самом деле пиздеж и провокация. Все о чем-то. Не слушайте это все ахинею, друзья. Все это мое мнение. То есть, есть огромная статистика, которая отличается от всего того бреда, который несут. Если есть голова на плечах и реально вот вы можете посмотреть вокруг, можете почитать какие-то юридические законы, почитать что-то экономические и так далее, вы поймете, что все это полный бред. Не надо ничего слушать, слушайте себя, слушайте свое сердце, думайте головой, не совершайте, будьте просто юридически, экономически подкованы. Занимайтесь в первую очередь собой, зарабатыванием денег и так далее. Естественно, отношения, то есть, это не пущенное мясо, дети это не пущенное мясо, это ваш личный выбор. Когда вы уже на уровне какого-то там, ну на высоком уровне, вопрос рождения, то есть да, это инвестиции с высокой степенью риска. Он не стоит уже, то есть, вам уже посрать, сколько это будет стоить, кинут, не кинут. Вам важно, чтобы вообще у вас было потомство, но для того, чтобы этого достичь, нужно реально достичь какого-то определенного уровня, то есть, в своем развитии. И, конечно, это не уровень человека, который там сидит на диване и у которого там нет каких-то финансовых средств. То есть, надо вот этими вопросами сначала заниматься, потом, соответственно, такие вопросы, как рожать или не рожать, искать девушку или не сказать девушке, они уже сами к себе решаться. Вот какая моя позиция по этой теме. Хотел сегодня еще два коста записать, но в итоге этот вышел длинный, но он очень важный, я считаю. Всем спасибо за внимание, оставайтесь с нами, периодически будут все-таки косты. До новых встреч, до связи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok